Добрый день! Сегодня с вами хотим сделать манты. Тесто будем замешивать с добавлением прованских трав. Получается новый и очень интересный вкус. Итак, давайте начнем. И еще подписывайтесь на наш канал, с нами будет вкусно, просто и интересно. Первым делом заведем тесто. Тесто у нас мука, яйцо, соль и добрая щепотка прованских трав. Замешиваем тесто, как обычно. И закроем его полотенцем, либо пакетиком и дадим с полчасика отдохнуть. Теперь делаем начинку для манты. Фарш свинина-говядина. Конечно, лучше рубленое мясо, но у нас сегодня более простой вариант. Лук очень-очень мелко нарезанный. И немного кабачка, также очень мелко нарезанного для сочности. Конечно же, соль и перец по вкусу. Фарш готов. И сейчас будем лепить манты. И мы хотим показать вам несколько способов лепки красивеньких мантов. Раскатываем круглешечки. Выкладываем фаршик, начиночку нашу, да побольше. И сейчас будем залепливать. И сейчас покажем несколько видов закрывания мантов. Любаша у нас мастер на все руки. Сейчас она покажет несколько видов. Вот какой красивый цветуёчек получился. И сейчас Любочка покажет ещё другие виды залепливаний. Мастерится на все руки. Пароварка у нас уже шипит, трещит. В животе урчит всё. Вот теперь вот такой вот вид. Так, следующий пошёл. Сейчас по кругу она начала. Забирать потихонечку. И всё к центру, к центру. Это будет немного походить на пирожок. Только вот такой красивенький, такой косичечкой. Вкуснотища. Это тесто с орегано очень ароматное получается. Попробуйте, вы не пожалеете. Так, следующий пошёл. Вид закрывания мантов. Можно каждый раз разнообразить свои блюда. То есть рецепт один и тот же, а вид закрытия другой. И уже будет смотреться по-разному. Это получается как мешочек такой, хорошенький. Первая партия мантов поехала в пароварку. Время приготовления мантов зависит от их размера. У нас они довольно крупненькие, поэтому они у нас отправились в пароварку на 35 минуточек. Наши манты готовы. Всем желаем приятного аппетита, хорошего настроения, удачи во всем и до новых встреч!